Было на самом деле 3, чтобы узнал микроконтроллер 2, о том сколько пузов у нас. Для этого делают такую вещь. Дополняют еще один провод, плюс один. Добавляют вот сюда еще один провод. И получается уже 3 провода. И по этому проводу посылают синхроимпульсы. Причем каждый бит передается ровно за один синхроимпульс. Поэтому здесь по третьему проводу приходят синхроимпульсы. И второй микроконтроллер знает сколько было послано синхроимпульсов. Поэтому он легко определяет, что было передано ровно 3 вильтры. За счет введения вот этих синхроимпульсов. Генератор сдвига это генератор, который помернет импульсы вот таким образом. Внутри у него регистр. И синхроимпульсы. Как только один синхроимпульс приходит, вот этот один синхроимпульс. На выход подается один байт. Вот этот вот. Второй синхроимпульс. Второй байт передается туда. Сдвиговый. Сдвиг осуществляется. Поэтому сдвиговый регистр. Сдвиг это... Лежит? Сдвиг. По-русски. Сдвиг. Поэтому вот здесь вот было какое-то значение. Мы сдвинули. Все остальные тоже сдвинулись. Первый. синхроинтус пришел наружу была подана единица при этом в регистре осталось 0 0 1 1 0 0 1 0 вот это вот все сдринулось и записалось вот сюда выдвигаем следующий раз второй это первый первый синхроинтус теперь второй синхроинтус выдвинулся 0 все сместилось вот сюда 1 1 0 0 0 1 0 0 третий синхроинтус выдвинулся 1 выдвинулся и запишется сюда 1 0 0 0 1 0 0 0 и таким образом все последовательно сдвигаются постепенно понятно да вот здесь это и происходит вот регистр сдвига здесь а здесь вдвигаются наоборот вот с этой стороны здесь выдвигаются а вот здесь вдвигаются сюда поэтому передача осуществляется в движущих 8 синхроинпульсов прошло весь байт передан и мы все определили поэтому хорошо что хорошо у нас первое быстро все очень быстро сдвигается и второе что хорошо здесь легко организовать такой способ передачи что плохо плюс один провод вот этот вот провод дополнительный для синхроинпульсов если длина полтора километра то полтора километра вот такого провода дорого стоит да допустим километр провода стоит 20 юаней 100 юаней три провода два провода это 200 юаней а три провода это 300 юаней поэтому дорого вот это плохо три провода поэтому другой способ передачи как убрать этот провод и передавать по двум проводам для этого служит следующий способ асинхронная передача данных вот асинхронная передача данных здесь примерно то же самое регистр сдвига регистр сдвига но генератор стробов не соединен а как тогда определить что данные переданы последовательно вот такая передача осуществляется как определить где начало где конец вот этой передачи для этого делают таким образом не дают 8 битов данных это передаваемые байт а теперь к нему добавляют всегда равный нулю и всегда равный единице дополнительное битов то есть вот этот вот байт который надо передать мы с двух сторон ограничиваем слева ноль это называется старт битвы а здесь он всегда равен нулю всегда равен нулю а здесь добавляем стоп бит он он всегда равен единице поэтому поэтому мы знаем когда начинается передача очередного байта и когда заканчивается теперь знаем поэтому у нас ограничения есть теперь надо узнать а за сколько будет передаваться один бит для этого делают генератор стробов на генератор стробов здесь делают частоту F передачи первого микроконтроллера равной F передачи второго микроконтроллера скорость передачи вот T вот здесь F равняется единица делить на T F для передачи вот этого такая же как для приемника и вот эти два условия первое старт бит стоп бит и одинаковые скорости передачи приводят к тому что мы без ошибок передаем информацию что плохо здесь надо передавать дополнительные старт бит и стоп бит вот это а что хорошо нету третьего провода третий провод мы убрали здесь только два земляной а третьего провода нет вот эта картинка как раз и говорит о том как передается информация старт бит стоп бит в середине 8 битов данных следующий кадр иногда для того чтобы улучшить приемы передачи вводят в состав информационного кадра вот в этом еще девятый бит D8 почему D8 девятый называется D8 девятый бит потому что это нуля считается ноль восемь ноль один два три четыре пять шесть семь восемь девять поэтому он девятый бит а на самом деле называется D8 для чего его делают для контроля четности мы если вот здесь передаем информацию где мы один с до 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая у нас посылка. Здесь 0, здесь 1. Теперь контроль четности. Что такое контроль четности? Я вот здесь посчитал в микроконтроллере 1, вот здесь, посчитал количество единиц. Один, два, три, четыре. Четыре. Четное. Четное число понятно, что такое? Два, четыре, шесть, восемь, десять и так далее. Поэтому сюда записал восьмой бит, записал единицу. Передал это все вот этому микроконтроллеру. Он принял это и посчитал количество единиц у себя. Один, два, три, четыре. И посмотрел, сравнил. Четыре принято и в девятом бите единица. Все окей. Теперь, если я передаю вот такую посылку, а принял, где-то произошел сбой на линии, и вот здесь вместо единицы появился ноль. Принял передатчик, посчитал один, два, три. А здесь единица. Неправильно. Поэтому давай снова передавать. Поэтому второй раз передается информация. То есть вот этот вот девятый бит служит для того, чтобы осуществлять контроль правильности передаваемой информации. Правильно передано или нет? Понятно, да? Или не очень? Повторить? Повторить? Или у вас есть это? Есть, да? Понятно. То есть это служит для контроля счетности. Ну и в микроконтроллерах для того, чтобы осуществлять прием передачи данных, имеется устройство, которое называется UART. Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Универсальный асинхронный приемопередатчик. По-русски. 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 понятно что такое универсальный асинхронный это тот который осуществляет асинхронную приема передачу приема передатчик это приемник этот передатчик поэтому приема передатчик понятно да название как какова его структура что в основе лежит вот здесь что было самое главное регистр сдвига здесь и здесь поэтому в структуре приема передатчика вот они регистр сдвига передатчика регистр сдвига приемника этот передает информацию наружу а здесь принимает информацию значит но у нас асинхронный прием передача поэтому вот этот 8 бит данных надо ограничить стоп битом и старт битом это делается вот здесь добавляется это сам микроконтроллер без вашего участия сам добавляет старт бит и стоп бит ограничивают нашу посылку то есть это делает микроконтроллер аппаратно не программно не не вы программисты а сам микроконтроллер добавляет старт бит и добавляет стоп бит в 9 бит данных тоже передается можно записывать информацию я говорил для контроль отчетности при приеме то же самое происходит осуществляется контроль появления старт бита как только на линии единица все время как только произошел спад в ноль это старт бит начинает осуществлять определять вот такие оставшиеся биты то есть начало передачи всегда осуществляется по вот этому событию когда линия падает в ноль потому что старт бит всегда равен нулю понятный в конце он опять установится единицу и будет опять единица опять как только следующий спад в ноль опять это следующая посылка осуществляется вот так понятно да таким образом последовательно передаются эти данные как осуществить передачу надо просто делается надо специальный регистр серия баф это серия баф серия баф серия баф это просто временный регистр мы туда при передачи мы записываем сюда информацию в с баф она поступает в регистр сдвига передатчика и выводится на линию обратно когда принимаем то принятая информация записывается в с баф и мы можем считать как программисты можем считать из SBAF информацию для вычислений внутри микроконтроллера значит понятно да? при когда приходит стоп бит при передаче уходит последним стоп бит то устанавливается флаг трансмиттер интерап то есть все закончена передача зачем это нужно? чтобы мы не могли смотрите мы передаем нам надо передавать информацию первый байт второй байт начинаем передавать этот пошел на линию идет он еще не закончился а мы уже передаем следующую информацию поэтому получается накладкой мы портим то что передавали раньше то есть нам нужно знать когда уходит информация на линию нам нужно знать когда уйдет последний стоп бит об этом говорит установка вот этого флага в единицу он равен нулю пошли данные на линию как только ушел последний стоп бит вот этот флаг устанавливается в единицу это означает что все ушла посылка можно следующую посылать а если мы начинаем передачу не дождались когда все уйдет а сюда записали в СБА в следующую порцию то она испортит то что здесь было понятно да? всегда надо ждать когда этот флаг установится в единицу для того чтобы не нарушать очередность передаваемых данных если флаг устанавливается в единицу то можно осуществить запрос прерывания по окончанию передачи то есть есть источник прерывания это окончание передачи очередной порции данных ее можно разрешить можно запретить это прерывание как вам надо вы определяете нужно вам вы разрешаете не нужно запрещаете дальше при приеме что происходит? ну во-первых разрешение приема осуществляется то есть разрешать прием здесь мы отсюда сами как программисты даем команду на пересылку нам разрешать ничего не надо когда мы подались в СБУ записали очередную порцию данных они пошли наружу а вот когда мы принимаем нам может не нужны данные поэтому мы разрешаем вот здесь вот с помощью бита специальной функции разрешение приема и идет через специальный блок который называется блок детектора бита что это такое? значит вот мы на эту линию передаем какой-то посыл ну и при передаче где-то во время передачи по линии произошел вот такой вот произошло воздействие помеха помеха понятно что такое? понятно, да? здесь передается единица а вот здесь у нас появился ноль если мы на стороне приемника будем считывать эту информацию вот здесь посредине то у нас получится мы передавали здесь единицу а приняли вот здесь ноль как избежать этой ситуации как правильно считать чтобы единица была единица это делается таким образом считывают три раза раз, два и три на стороне приемника и по признаку мажоритарному определяют если два из трех два из трех две единицы один ноль здесь приняли то единица если все три единицы единицы если два нуля а одна единица это ноль так вот эту операцию мажоритарное определение два из трех осуществляет как раз вот этот детектор бита понятно, да? то есть это для того чтобы избежать неправильного считывания для контроля помехозащищенности дальше приняли данные куда они помещаются откуда их можно считать они помещаются из сдвигового регистра в S-Bug и отсюда вы уже можете их взять вы же программисты вам эти данные нужны поэтому вы из этого буферного регистра вы принятые данные забираете как узнать чтобы все данные пришли для этого есть флаг ресивер интерап прерывание по приему значит когда стоп бит с линии пришел то есть весь кадр информационный то в R-I устанавливается единица это означает что все принято можно считывать с S-Bug значение если мы если R-I будет ноль а мы считаем с S-Bug значение то это неправильная информация потому что данные еще не пришли поэтому вот этот флаг позволяет нам считывать информацию только тогда когда пришел стоп бит понятно да то есть когда все данные пришли и здесь находится единица то можно считывать из S-Bug принятую информацию можно это сделать по прерыванию если это разрешено это разрешение прерывания при приеме то есть если хотите можете обрабатывать это прерывание если нет то просто опросом этого флага ждать пока он не станет равный единице только потом считывать эту информацию понятно да дальше у нас задается частота при асинхронном способе приема передачи осуществляется с помощью генераторов стробов частота этого и этого одинаковая должна быть F1 равно F2 поэтому где задается эта частота она задается вот здесь может задаваться от тактового генератора это первый вариант второй вариант это от таймера таймер может задавать ту частоту которую мы используем понятно да как осуществляется управление УАРТом через регистр регистр управления биты регистр управления УАРТ то есть если мы хотим чтобы у нас осуществлялось тактирование от таймера то мы должны задать вот здесь единицу тогда будет вот так если ноль то будет вот так если прерывание нам при приеме нужно то мы осуществляем разрешение прерывания если здесь единица вот так будет если здесь ноль вот так флаг прерывания передачи то же самое мы можем его считать отсюда нам же его чтобы проверять надо отсюда то взять он вот здесь находится мы его считываем и проверяем нулю он равен или единице если единица то все нормально все ушло точно так же и для флага приема считываем его вот отсюда а разрешение прерывания при установке задаем вот с помощью вот этого бита задали единицу вот так ключ задали ноль он вот так как сейчас дальше разрешить прием единицу задали разрешено прием происходит если здесь ноль прием запрещен ключ разомкнут как передать девятый бит данных мы говорили контроль четности осуществляется с помощью девятого бита как передать данные мы вначале задаем вот сюда заносим значение девятого бита а потом в буферный регистр заносим байт основной и пошла передача приемник должен взять вот этот вот бит при приеме как это осуществляется мы принимаем и после того как приняли считали значение девятого бита вот отсюда с этого регистра а затем считываем из буферного регистра оставшуюся часть принятой понятно да вот таким вот образом работает универсальный асинхронный приема передачи есть еще один последовательный модуль последовательного приема передачи это SPI но мы его рассмотрим на следующем занятии все на сегодня я закончил спасибо вопросы есть